Итак, в этом видео основа. Что такое заряд, как заряды взаимодействуют, как и что, и откуда все это тело берется. То есть это самое-самое первое видео. Итак, было замечено, что у некоторых тел возникает некое интересное свойство. Поясню, что я имею ввиду. Значит, у нас есть предположим какое-то тело, любое тело. Пусть это будет мраморный шарик. Или не мраморный, а металлический. Мы знаем, что у этого шарика есть масса, у него есть плотность, у него есть цвет, у него есть температура и так далее. Масса, масса, масса разных свойств. Так вот, было обнаружено, что есть определенный набор тел, которые в определенных условиях получают новые свойства. Они по какой-то причине начинают друг с другом взаимодействовать. То есть притягиваться или отталкиваться. Поясню, что я имею ввиду. Предположим, мы где-то нашли янтарь. Янтарь это смола. Мы этот янтарь взяли какой-нибудь маленький кусочек его, может большой, неважно, и натерли его о шерсть. То есть взяли, потерли этот янтарь о шерсть, сильно-сильно. И выясняется, что после этого этот янтарь каким-то непонятным способом начинает притягивать к себе маленькие пылинки. То есть после того, как мы потерли янтарь о шерсть, у него, у этого янтаря возникло новое свойство. У него был цвет и остался цвет, была масса и осталась такая же масса. Какая-то плотность была, какая-то температура. Но возникло новое свойство. Это свойство заключается в том, что теперь янтарь еще и умеет притягивать другие тела. Сейчас пока не важно, какие тела, при каких условиях и так далее. Это сейчас не является принципиально важным, потому что нам очень принципиально зафиксирует просто появление нового свойства. Теперь он может что-то притягивать. Причем, если мы дальше будем исследовать это свойство, то мы выясним, что если мы возьмем еще один такой же янтарный камушек и его тоже потрем о шерсти, то у него тоже возникнет такое свойство. Он тоже начнет притягивать маленькие пылинки, маленькие объекты. Однако он, например, будет отталкивать тот кусочек янтаря, который мы ранее натерли. То есть между собой они будут отталкиваться. Вот. То есть, другими словами, эти два кусочка янтаря, они получили, в результате того, что мы их натерли, конечно, шерстью, они получили новые свойства. И это свойство заключается в том, что некоторые тела они притягивают, а некоторые тела они отталкивают. То есть, еще раз, хотелось бы обобщить. В результате того, что мы что-то сделали с телом, с янтарем, у этого тела появилось два новых свойства. Оно теперь умеет притягивать какие-то одни тела, и оно теперь умеет отталкивать какие-то другие тела. Для того, чтобы как-то это описывать, чтобы не говорить каждый раз какие-то свойства, или свойства притягивать какие-то тела, какие-то отталкивать, было, будем считать, принято решение, хотя это, конечно, не так исторически. Но сейчас мы можем считать, что так. Было, не знаю, установлено, давайте так говорить, что есть, для того, чтобы описывать такую ситуацию, было сказано, установлено, пусть будет так, что у янтаря объявилось новое свойство. Это свойство мы назовем заряд. То есть, вот эта вот ситуация, при которой янтарь теперь может что-то притягивать и отталкивать, а это, кстати, не только янтарь. Стекло, если потереть шелком, тоже будет этим свойством обладать. Потом синтетическая ткань, если потереть ее волосы, тоже будет этим свойством обладать. Эбонит, если потереть его что-то, тоже будет этим свойством обладать. То есть, другими словами, практически любое тело при определенных условиях с ним надо что-то будет сделать, Будет обладать вот таким свойством Притягивать и отталкивать другие тела Вот это свойство называется заряд И соответственно, когда мы говорим, что тело получило это свойство Мы говорим, что тело стало заряженным Заряженным То есть у нас это тело заряжено И вот это тело заряжено Ну а так как для того, чтобы тело получило Нам нужно было что-то с ним сделать То мы считаем, что до того, как оно получило это свойство Оно было, соответственно, не заряжено Не заряжено Вот То есть изначально тело не заряжено Потом мы с ним что-то делаем Оно становится заряженным То есть у тела появляется заряд И как это проявляется? Это проявляется в том, что тело притягивает и отталкивает Другие тела, у которых тоже есть заряд Вот Теперь, если мы возьмем кучу-кучу-кучу разных тел Всякие эти янтарь, которые мы натерли Стекло, эбонит Я не знаю, там пластик Еще что-то, еще что-то, еще что-то То есть возьмем и много-много-много-много тел Наберем, которые заряжены Которые мы знаем, что заряжены Потому что они притягиваются и отталкиваются То мы выясним, как мы только что заметили Что они все, все эти тела Они взаимодействуют двумя способами Они либо притягиваются, либо отталкиваются Причем Если мы возьмем два, ну скажем так, одинаковых тела То есть, например, янтарь и янтарь Вот Или, например, там, скажем Не знаю, там Стекло и стекло Вот Или там, я не знаю, что-то еще Пластик и пластик Вот То они между собой Будут отталкиваться То есть, они были заряжены одинаковым способом То есть, мы потерли, например, янтарь и волосы Янтарь и волосы И у нас два кусочка янтаря будут отталкиваться Это стекло тоже будет отталкиваться Ну и Там, какой-то пластик, который я называл Тоже будет отталкиваться А вот, например Если мы возьмем два разных тела Например, янтарь и возьмем стекло То очень вероятно, что они будут притягиваться Каким цветом уже нарезать Пусть будет серый Друг с другом То есть, какой вывод мы можем от этого сделать Мы можем сделать следующий вывод Что Этот заряд Который находится на теле То есть, это заряженность тела Она бывает двух разных типов Что ли Вот При Каких двух разных типов Ну, при каком-то одном типе То есть, когда у нас Одинаковые тела Вот Тела отталкиваются А когда тела обладают разными типами зарядов Если так можно выразиться То они притягиваются Вот Ну, откуда мы такой вывод сделали? Мы так вывод сделали из наблюдения То есть, мы заметили, что Тела, которые одинаковым образом получили заряд Они отталкиваются Тела, которые Не одинаковым образом, точнее Одинаковые тела, которые получили заряд Они отталкиваются А разные тела Они могут уже начать притягиваться То есть, явно есть какое-то разнообразие И для того, чтобы как-то это описывать Было решено, что Раз всего два типа зарядов существует То есть, всего два типа разных взаимодействий Отталкивание и притяжение Так вот, было принято решение, что какой-то один тип будем называть положительным Неважно какой Например, гентарь пусть будет положительным А какой-то другой тип будем называть отрицательным Скажем, вот этот, например Поэтому, смотрите, когда мы берем два одинаковых, они отталкиваются И здесь, когда мы берем два одинаковых, они тоже отталкиваются Зато, когда мы берем два разных типа То есть здесь и здесь, например, они будут притягиваться Таким образом, если обобщать То было выяснено, что Есть такое свойство Тел, которое они получают И это свойство заключается в том Что тела начинают Притягиваться и отталкиваться И мы выяснили, что это свойство Тело может заполучить, например Если его потереть обо что-то Это свойство для тела новое Некоторое, его не было раньше Повторюсь, например Если мы возьмем кофту Которая лежит на болке Она ничего не притягивает А если взять эту кофту и потереть ее волосы То она вдруг начнет притягивать пыль Вдруг начнет притягивать волосы У нее не было это свойство и появилось это свойство Так вот, это свойство Мы обозвали словом заряд То есть мы говорим, что кофта Стала заряженной Ну мы могли на самом деле как угодно обозвать это свойство Мы могли сказать, что она стала Магической или еще что-то Но исторически именно слово Заряд закрепился, и закрепилась идея о том, что она заряжена. То есть важно пока что для нас не именно откуда это сложилось, а в том, что вот это свойство притягивать, мы описываем его словом заряд, и описываем его словом заряженность. Ну и мы выяснили, что если мы возьмем разные тела, и будем их друг с другом класть, разные заряженные тела, мы будем друг с другом класть, то есть, что некоторые из них притягиваются друг к другу, а некоторые отталкиваются. И чтобы это описать, мы решили, что мы введем новое слово, дважды два слова, положительный и отрицательный заряды, вот, с тем, чтобы описать, что вот если тела, например, отталкиваются, то мы говорим, что у них одинаковый заряд, положительный и отрицательный. А если тела притягиваются, то у них разные заряды. Одного, скажем, положительный, другого отрицательный. Пока мы не будем даже выяснять, у кого какой, просто вот их всего два типа бывает. потому что бывают всего два типа взаимодействий такое и такое но теперь если мы продолжим исследовать например эти тела то есть мы будем класть их вместе сделаем если мы будем возьмем например тело то же самое янтарь повесим его на веревочке вот так вот у нас не получилось красным цветом надо попробовать еще раз красный здесь положим янтарь а здесь положим еще один янтарь поднесем веревочка она будет соответственно то есть у нас первый янтарь он закреплен на веревочке веревочка висит ну закреплена на потолке так вот если подносить этому кусочку янтаря который уже заранее закончена заряжен то есть натерто волосы другой кусочек янтаря который тоже заряжен то как уже выяснили так как они одинаковые они начнут отталкиваться то есть кусочек начнет как-то отталкивать стороны он попытается на веревочке отойти подальше как-то вот так вот и другими словами хочу это воздействует потому что один кусочек отталкивают другой кусочек происходит акси вот то есть этот кусочек будет отталкивать кусочек янтаря вам соответственно отодвинется но этот кусочек правый мы держим в руке поэтому он мы будем чувствовать, что он хочет двигаться в другую сторону, но мы его держим руками. Ну и здесь образуется какой-то, конечно, угол. Вот этот угол, на который веревка отойдет. Вот. Теперь интересно, то есть есть какая-то сила. Теперь интересно, а зависит ли эта сила от расстояния? Ну, что я имею в виду? Я имею в виду, а если мы не будем так близко, например, подносить кусочек интеря, вот этот красный, да, который у нас находится справа, а подведем его чуть подальше. Например, в моем новом эксперименте я его остановлю вот здесь. Вот видите, то есть я его чуть подальше. Тоже поднес, но не так близко. Он тоже будет действовать на левый кусочек, но уже не так сильно. И поэтому левый кусочек, он тоже отклонится в сторону, но не так значительно. Он отклонится всего на меньший угол. Ну почему? Ну потому что сила, с которой правый кусочек действует на левый кусочек, будет меньше. Ну а почему она будет меньше? Она будет меньше, потому что расстояние стало больше. То есть, если раньше у нас расстояние было вот такое, то теперь расстояние стало вот какое изначально. Ну и поэтому, так как расстояние увеличилось, то кусочек интеря уже в меньшей степени отталкивает другой кусочек интеря. То есть, если подводить небольшой итог. Получается, что сила, с которой эти кусочки взаимодействуют, то есть притягиваются или отталкиваются, она совершенно точно зависит от расстояния. R, наверное, не самый удачный вариант. Давайте напишем какую-нибудь другую букву. Здесь будет L. Зависит от расстояния. Между телами. И чем дальше, тем слабее эта сила. То есть, например, если взять кофту, тереть ее волосы, то она будет притягивать кусочки пыли, которые рядом, но уже не сможет притягивать кусочки пыли, которые далеко-далеко. Вот. Это первое. Теперь. Что еще нужно сказать? Ну, нужно сказать, что если мы возьмем разные кусочки интеря, то есть, например, здесь у нас будут кусочки интеря, которые мы чуть-чуть потерли волосы, а здесь будут кусочки интеря, которые я нарисую таким образом, чуть побольше, которые по массе может быть такой же, но за который мы сильнее натерли волосы, то есть мы более тщательно терли, 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 терли. То тот, который Если сравнивать Вот две ситуации, когда у нас есть Давайте еще раз Кусочек, который не сильно натерли И кусочек, который сильно натерли А также Другой эксперимент, в котором у нас есть Кусочек, который не сильно натерли И еще один кусочек, который тоже не сильно натерли То оказывается, что В первом случае Сила отталкивания будет больше Чем во втором случае То есть Сила, с которой тела взаимодействуют Она, получается, зависит не только От расстояния Хотя от расстояния зависит, конечно А она еще зависит от того Какова величина заряда Обозначен, как раз за Q То есть на то, насколько сильно и долго Мы, скажем, терли тело, волосы Или еще каким-то образом Вот, его Заряжали То есть Давайте обобщать Сила, с которой тела взаимодействуют Зависит у нас, получается, от Двух А если быть совсем точным Даже от трех Параметров Первое Зависит от расстояния То есть Чем больше расстояние Тем слабее Они притягиваются Или отталкиваются Второе Зависит от величины заряда То есть Если мы возьмем Кофту, которая еле-еле натерля волосы И если мы возьмем кофту, которая сильно натерля волосы То Взаимодействие будет разное В одном случае Она будет притягивать Даже Если мы возьмем, например, кофту, которую сильно натерля волосы Она будет притягивать даже дальние пылинки То есть те, которые находятся там Ну, грубо На другом конце комнаты А если кофту еле-еле натерли То она даже и Соседние пылинки может еле-еле притягивать будет. Ну и сила зависит от типа заряда. В одном случае у нас тела притягиваются, а в другом случае отталкиваются. Вот, мне кажется, это пока достаточно.